Так, раз, два, три, четыре, пять. Добро пожаловать! Мы сейчас чуть-чуть принарядимся. Не знаю почему, просто отмечаем мой последний день отпуска. Была буквально неделька отпуска была. И что-то мне прям захотелось. Вот сегодня последний день. Мои любимые сережечки. Вообще черные, наверное, сочетаются хорошо с золотом. Ну, на камере, конечно, очень красиво смотрится вот этот завиток. Но в жизни я как собак сутулая. Добро пожаловать, если вы слышите чудесную жизнь моих соседей с детьми. Какая прелесть. Посмотрите, какое шикарное платье. Просто вот такое вот платье из тонкой лапши. Оно, короче, оно вот такое как бы длинное, но вот тут разрезик. Если нужна, девочки, ссылка, вы мне скажите, я вам скину. Магазин. Это не Азон, это у нас шоурум. Хабараски плюс, пожалуйста. Немножечко юмору. Бобры Курова. Это делает моя подружка Кристина. Если вас заинтересовало вот такое юморное колье, вы можете обратиться к ней, и Кристина сделает вам... Ой, у нее там разные вообще есть фразочки, поэтому... Ну что ж, я приветствую всех любителей парфюмерии и косметики на моем канале. Добро пожаловать ко мне в гости. Для тех, кто меня впервые, меня зовут Оля, и здесь мы разговариваем про косметику и парфюмерию, поэтому если тебе эта тема интересна, не переключайся и оставайся со мной. Сегодня, вы не поверьте, я вот такая красивая к вам сегодня, потому что я хочу выкинуть, наконец-таки, все свои пустые банки. Я сегодня вот такая вот собралась, и буду с вами обсуждать пустые баночки. Если у меня остались еще любители такого старого формата видео, как пустые баночки, пожалуйста, пишите в комментарии, потому что я всегда смотрю пустые банки, я всегда смотрю покупки, мне это все очень интересно. Давайте я начну с косметического, потому что у меня, конечно, и бытовые есть. Отдельным видео у меня будут парфюмерные пустые банки, там вот такая коробка тоже накопилась. Не забывайте подписаться, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать мои видосики. А мы с вами начнем с косметических пустых банок. Первое у меня здесь патчи для глаз. Это ретинол и коллаген гидрогелевые патчи от Mizzoli. Мне, кстати, очень понравились эти патчики. Они действительно хорошие, они хорошо увлажняют, хорошо разглаживают. Хорошие патчи за свою цену, я не верю в чудодейственные, прям нереальные свойства патча, увлажняют, если хорошо, косметические эффекты, если дают, хорошо. Приятно пахнут, спасибо, не сползают с леса, спасибо, просто такой ритуал красоты. Я их советую, это лучше, чем всякие какие-то за 500 рублей, уж лучше взять от Mizzoli. И прекрасно ими пользоваться храню в холодильнике. Выкидываю тонер, вот такой витаминный тонер от Tinko. К сожалению, этот тонер витаминизированный. Мне совершенно не подошел, вызывает у меня такую легкую сыпь, пахнет очень приятно. У него в составе неоцинамид, цинтеллоазиатская экстракт. И у меня на лице это вызывает мелкие-мелкие прыщики. То есть у меня было в использовании много тонеров, и я все думала, ну какие же тонеры у меня вот так вот вызывают такую реакцию. И вот я вычислила, что это он, такие мелкие прыщики. Причем, что прям пыталась добивать, видите, он прям наполовину законченный. Если у вас нечувствительная кожа, в целом он хорошо. Ощущение липкости не оставлял. Ну вот после двух-трех использований начинаются какие-то прыщики, и мне это не нравится. Витамин Boom от Миши Ведяева. Прекрасный тонер, мне очень он нравится. Это уже не моя, не первая баночка. Я прям обожаю этот тонер. Увлажняет, дает свечение. Никаких аллергий не вызывает, никаких ни прыщиков, ни раздражений. От Миши Ведяев отличный тонер. Если вы ищите хороший бюджетный тонер, то вот этот перед макияжем просто супер. Закончила один из любимых вот этих спреев. Спрей-фиксатор отдаля лица от Catrice. Конечно же, нет никакого у него фиксации макияжа, вот в плане железобетонной фиксации. Но он очень красивым делает лицо, таким светящимся. Схватываются все слои макияжа. Лицо такое лоснящееся, красивым, здоровым блеском. Если вы вдруг припудрились, у вас остались какие-то пудринки на лице, он прекрасно изгладит. На пшик или спонжиком прошлись. Catrice я рекомендую за 400 рублей. Супер вещь. Средство для ламинирования бровей. Я ламинирую брови доме. Доме. Я ламинирую брови дома. Мне очень нравится это средство. И в принципе все, что вот в этих одноразовых сашиточках, на раза 4 хватает. Если не хотите тратить деньги постоянно, возьмите за 700 рублей, раскупите. Там инструкция просто наипростейшая. И занимайтесь ламинированием дома. Мне кажется, все в порядке, если вы будете четко следовать инструкции. Закончился консилер от Holika Holika Cover & Hiding, который прекрасно скрывает поры. Я обожаю этот консилер. Это один из самых любимых. Я уже купила другой. Всегда покупаю во втором оттенке. Я никогда не перестану пользоваться этим консилером. Этим все сказано. Еще хочу The Same попробовать. Мне кажется, корейские консилеры в принципе очень крутая вещь. Поэтому если вы ищете хороший перекрывающий консилер поры, Ну вот сегодня он на мне. Вы можете посмотреть, как он собственно работает. Мне он очень нравится. Я его обожаю. Закончился BB от Misha в оттенке 25. Нет, да. В оттеночке 25. Оттенок 25. Это темный, но с теплым потоном. 27 темный, но с холодным потоном. 27 мне больше подходит. 25 я просто с чем-то смешивала. Мне безумно нравится маленький формат. Вы его заканчиваете 20 мл до того, как закончится срок годности. Можно смешивать его. Можно просто так наносить. Лучше наносить его спонжиком, припечатывающими движениями. Довольно стойкий. Держится хорошо. В поры не западает. Морщинки не подчеркивает. Я обожаю этот BB. Это уже просто классика корейской косметики. Если он вам не подошел, мне очень жаль. Такое случается. Но у всех кожа разная. Мы все разные. Мне подошел, вот у кого жирненькая вот такая пористая кожа, то пожалуйста, Миша, BB, это будет ваше спасение. Жидкие гиалуроновые патчи под глаза от Аравия. Очень мне нравятся. Я храню эти штуки в холодильнике. Использую их с утра, когда иду на работу. Потому что, когда ты встаешь, у тебя совершенно нет времени брать, наносить вот эти вот патчи. Вот эти патчи, которые прям гидрогелевые, такой элемент релакса, для себя время с чашечкой кофе, когда ты расслабляешься, такой весь на кайфушах. Вот эти штуки, это когда ты встал, вот это вот, понимаете, да? То есть это вот в суете ты быстро, тебе надо что-то нанести, быстро почистить зубы, что-то быстренько сделать и все. В общем, это для таких суетологов с утра, работающих, сумасшедших, бежащих на работу, вы нанесли, делаете себе кофе или чай, и уже за 10 минут это все впиталось. И прекрасно работает, вот точно так же разглаживает, увлажняет, подсобирает. Прекрасная вещь, если вам нужно что-то очень быстренькое. Он такой очень гелеобразный, видите, водичка прям такая, водичка. Оцените, пожалуйста, мой маникюр накладных ногтей. Если вы не видели, как я это делаю, пожалуйста, проходите по ссылочке, я вам оставлю, прикреплю. Ну, ногти выглядят, ну, просто маникюр идеальный, я считаю. Но это, девочки, накладные ногти, никому об этом не говорите. Распределяется водичка, быстренько впитывается, освежает. Еще после холодильника вообще просто огонь. Просто бомбическая сыворотка, эмульсия, балансирующая от Skin House. Это то, что балансирует кожу, собственно. Если у вас жирное, оно немножко притупляет выработку сальных желез. Плюс, если она у вас обезвоженная, он ее увлажнит, напитает. И кожа такая прям бархатистая-бархатистая становится. Никак не работает с порами, никак ничего такого не делает. Но вот именно вот этот баланс она держит. Я ее ради этого и брала, еле добила. Господи, тут такой объем, пахнет приятно. Там вон еще над ней что-то осталось. Я уже, честно говоря, просто устала. Вот она, да, конечно, на платье. Вот она как кремушек. И прекрасненько вот таким образом впитывается быстро. Еще мне нравится, я как человек работающий, мне нужно, чтобы с утра весь уход очень быстро впитывался и не оставлял никаких после себя неприятных ощущений. Поэтому, посмотрите, все, кожа вон светится, все отличненько, увлажнено, ровненько, приятненько. Ой, обожаю, хороший, хороший. Но огромный объем, и я не хочу из-за этого второй раз ее повторять, я просто от нее устала. Моя любовь, это бальзам от Estee Lauder. Это такой лечебный, ухаживающий бальзам от... Ну да, он уже все, он уже пока. Я снимала тут даже ограничитель и из ограничителя вытаскивала это все. Во-первых, невероятно розовый красивый оттенок на губах в сочетании, например, с коричневым карандашом. Будет, я вас уверяю, просто такая пушка-бомба. Действительно работает с качеством губ, действительно ухаживает, действительно залечивает. Это штука, которая правда работает. Очень еще так вот красиво, как бы ты берешь, так вот достаешь и где-нибудь, да, вот так вот этот Estee Lauder вот так наносишь, такое закручиваешь, так вот кладешь. Эстетика просто, я не могу. Я все жду, когда будут какие-нибудь акции, скидки, накоплю какие-нибудь баллы, обязательно повторю. Очень мне нравится кушан от Миши. У меня закончился, кстати, давно. Он что-то вот лежал-лежал, лежал-лежал. У меня кушаны всегда все такие замызганные, знаете, такие все прям это. Вот этот, кстати, оттенок 23 очень светлый. Я вот, мне интересно, когда перестану делать, ну, супер светлые оттенки. Все, все, и все, это, наверное, всегда вечная проблема. Белоснежки ищут что-то светлое, темнокожики ищут что-то адекватное, темное, но темно-красивое, не рыжее, да. И вот вечная у нас проблема. Вот этот кушан от Миши я не советую, потому что он, если вы моего типа жадна, на вас это будет очень светло, это проваливается в поры, если у вас есть поры, лучше не надо. Такой вот дает, знаете, блеск, но он прям жирный. Вот это кушан старого поколения, поэтому мне он не очень нравится. Уже давным-давно придумали какие-то супер классные вещи, когда ты пользуешься кушаном и вообще нет никаких проблем. У тебя ничего не проваливается в поры, ничего не подчеркивается, все лежит естественно, красиво, натурально. Вот это уже все, прошлый век, уже такое мы не используем. И про какой кушан я, собственно, говорю, это H20. Вот именно я пробовала вот в такой, их там в таком футляре, их очень много, но у меня вот тут вот прям чуть-чуть, я не люблю соскребать косметику, поэтому... Ой, как он пахнет шикарно. H20 один из лучших сейчас кушанов, которые мне очень сильно нравятся, прекрасно ложатся, дают эффект второй кожи, скрывают все недостатки, но при этом очень тоненькие. Тон нам тут будет видно. Но я вот так вот смотрю. Ну как он красиво ложится. Я переживала, что он будет с розовым подтоном, когда я его убрала, у меня до этого был серебр... А, что я вам, собственно, рассказываю? Вот у меня один серебристый, один розовый. То есть вот этот все-таки для светленьких, вот этот подойдет для темненьких. Я обожаю H20. Я хочу еще их кушаные. Это невероятно тонкое, красивое покрытие с подсвечивающим эффектом, с выглаживанием кожи, без эффекта маски. Лежит великолепно, стойко, здорово. Моя любовь. Начала вот такой вот крем с неоциномитом от APLB. Крем, который без запаха. Крем, который очень легкий, очень быстро впитывается. Просто хочу вам показать, как он быстро и классно впитывается. Я люблю его на ночь, потому что мне все-таки он тяжеловат. Но он с утра, вот у вас такое лицо, такая кожа, вот прям хорошо напитанная. У меня жирное сразу с утра. Вообще, мне кажется, от любого крема. Мне надо, вот видите, я его прям долго-долго втираю. У меня очень жирная кожа. Я не очень хочу вообще пользоваться кремами летом. Если вам надо, то вот этот кремушек от APLB хорошо подойдет. Он с неоциномидом. У него здесь 24,8%. Смотрите, не переборщите с неоциномидом. Если вы берете, например, крем с хорошим содержанием неоциномида, исключайте из своего ухода остальные составы с неоциномидом. Иначе вас просто обсыпят, как обсыпала меня, когда я пробовала всю эту линейку. Поэтому я разделила. Пользуюсь по отдельности, чтобы... И вот проверяю, есть ли какая-то реакция. Вот на кремушек в отдельности у меня реакции не было. Все супер, все здорово. Отличное, как... Ну, у меня это вечерний уход. Вам, может быть, это будет даже очень классной базой под макияж. Я крызанутый человек, который ищет супер средства для бровей. Это все мои либо закончившиеся, либо незакончившиеся карандаши для бровей. Карандашик от Шу сейчас мой фаворит в оттенке 223. Это холодный такой русый. Он на мне, собственно, сегодня. Вы можете посмотреть, как он работает. Дает эффект легких... Ну, в общем, у меня смесь, на самом деле, карандашей. Легких пудровых бровей он дает такой эффект. И будет у вас вот прям жирное какое-то нереальное, там, не знаю, пятно. То есть вы даже когда рисуете, видите, он такой легенький. То, что мне не нравится от слова совсем, я выбрасываю. Это карандаш от TF. Он дает более жирную линию. Некрасиво распределяется по бровей. Невозможно его растушевать и вытушевать. Еще и ложится комочками. Точно нет. Белор дизайн. Господи, голубь прилетел. Белор дизайн вообще не поняла. Посмотрите, какой... Ну, слишком... Это я прям тру, мне прям больно. Вот он. Вот он, вот этот Белор дизайн. Ну, мне прям в смысле прям больно им прорабатывать. Потому что легкие маленькие движения не дают мне по-человечески порисовать. Бровь это на руке как бы хорошо. Когда ты так начинаешь тырить по бровей, это не очень приятно. Поэтому Белор дизайн нет. Броу Гуру от Дарлинг. Один из моих тоже любимых бровей. В форме треугольничка. Я его обожаю. Он прекрасно вытушевывается и дает красивую линию. Хоть он и повлажнее, чем шуб. И от Париса суперские карандаши. У меня это в оттенке 311 глубокий коричневый. Это микро-карандашик. Сейчас куда-нибудь с вами его. Микро-карандашик. У него, кстати, я обожаю вот свет. Вот этот 311 глубокий коричневый. Идеально мне подходящий. Но что-то я не могу его найти. Представляете? Это какой-то просто кошмар. Крашусь в невидимое зеркало. Ну, короче, обожаю. Белор. Кто это у меня, да? А, это Париса. Париса 311. Я вот таким, как я, девочкам рекомендую. У меня засухла вот такая тушь от NYX. Это мне... Леночка, привет. Леночка мне передавала. Тушь такая она с ворсинками. Но она черная. Суть в том, что она черная. И поэтому у меня такой диссонанс по волоскам. Я чуть-чуть, по чуть-чуть ей пользовалась. В итоге она засохла. А так, как бы, собственно, в целом-то гель для бровей неплохой. Если вам нужно создать пушистость бровей и их прокрасить. Тональный крем выкидываю, потому что не закончила. Но, скорее всего, уже пропал. Miracle Pure от Max Factor стоит копейки. Работает как прекрасный BB крем на лето. Прошлым и позапрошлым летом я его носила постоянно. Сейчас просто большой выбор тональных кремов. Поэтому этот я уже в связи со сроком годности хочу выбросить. Потому что уже больше года прошло. Пора бы с ним попрощаться. Но, в целом, я очень рекомендую этот тональный крем. Он вот с таким носиком. Сейчас. Довольно-таки жиденький. Прекрасно распределяется. Дает очень легкую. Он, кстати, с витамином С легкую валь такую дает. Прекрасно распределяется. Вот у меня уже подпропал. Но окисляется, как видите. Просто, если вы белоснежка, то вряд ли вы у меня найдете какой-то подходящий вам тональный крем. Потому что, как видите, я далеко не белоснежка. Дает такой влажный слегка, влажный сияющий финиш. Очень классное, в общем, тональное средство за копейки. То есть, по сути, вы можете такие, наверное, много где найти, но в люксе, скорее всего. Но мне он нравится, потому что он просто бюджетный. Выбрасываю, потому что тоже подошел срок годности к концу. Доктор Джи. Если вы смеете над этим названием. Это отбеливающий пилинг гель. Сам пилинг жидкий. Хороший был. Вот уже начал плеваться. Был хороший. Мне нравился. Я не часто использую эти штуки. Но это пилинг-скатка. Честно говоря, все пишут, что это большой-большой обман. Типа... Ну, мы и рады обманываться. Знаете, мне все-таки нравился эффект чистого лица. Все-таки после этого пилинга, если вы хорошенько вот протрете лицо вот этим составом, хорошо, хорошо кожу, вот кожу как-то вот именно выравнивает ее внешний вид. Ты ее трогаешь, она прям ровненькая. Если использовать постоянно, если вы любитель, я думаю, что вам очень пойдет. Поэтому я прям очень рекомендую. Очень-очень-очень, понятное дело. И мне еще нравится, что здесь на упаковке есть дата открытия. И вы себе пишите, когда нужно будет его, собственно, выкинуть. Вы будете уже знать. Любимыйший скульптор от Belor Design. Я его обожаю. Из видео-видео, из видео-видео. Я вам его показываю каждый раз. Люблю. Вот этот скульптор единственный, который мне действительно хорошо подходит. Мне не очень нравится, что он комкуется. Он может слегка потечь, но за его цвет и за то, как он смотрится на коже, я ему все прощаю. Поэтому стик от Belor Design я искренне рекомендую. Попробуйте, обратитесь к нему, он стоит недорого. Такая интересная штука от... Пинси. Не пинис. Мейзон де Пинси. Чуть не это. На распродаже схватила в золотом яблоке. Вот такая штучка. Знаете, я его брала, потому что он по действию, ну, очень сильно напоминает спрей от De Alba. Я не знаю, у меня еще тут вот осталось, вам показать. Нет? На грудь. Я не хочу на лицо, а на грудь. Так, только не на микрофон. Он очень красиво смотрится, но пахнет отвратительно. И вот такое вот, в общем, он увлажняющий, придает сияние. Вот это вся история. За 600 рублей на распродаже я схватила, добила. На лице комедонных ничего не вызвал. Действует так же, как De Alba. Это увлажняющий спрей, сыворотка. Сияющее место для лица. С черным трюфелем, так же, как только, по-моему, у De Alba белый трюфель. А здесь черный трюфель. Наполнен витаминами и минералами. Сияющий мис для лица. С черным трюфелем. Обеспечивает питание и увлажнение. Куча там цинтеллы азиатской, экстракты, тра-та-та. Да, здорово, да классно, но воняет невозможно. Последний добила Perfect Bronzer, который еще был создан вместе с Еленой Богданович. Это у нас Organic Kitchen. Это классная вещь для смешивания, для, допустим, с кремом для лица, или с тонером, или сывороткой, с чем угодно. Для того, чтобы сделать свой BB крем. Эта штука растушевывается в ноль. Она очень жиденькая, но придает такой лоснящийся цвет загара. Чтобы не пользоваться тональным кремом. Все, нет ничего, боюсь, вдруг сейчас как ляпнет. Поэтому, пожалуй, не буду его больше насиловать. Нельзя такое слово говорить. Не буду больше пытаться из него что-то добиться. Классный, люблю. Если где-то появится, берите. Если где-то найдете, скидайте ссылку. Это классная вещь. Крем уходовый. И вот эта штука на лицо нанесли. Конселочек вот сюда чуть добавили. И пошли довольны гулять. От Essence вот такой спрей для лица кокосовый. Сейчас я его повторила. Не один из моих любимых. Но, тем не менее, имеет место быть. Увлажнит кожу. Сцепляет все слои макияжа. Никакого мотирования, никакого фиксации. Просто вот спрей для того, чтобы ваш макияж выглядел хорошо. Я такие штуки люблю. Естественно, Pussy спрей автозагар. Любимая, любимочка. Я единственное, что очень часто сейчас слышу, что говорят, мне не нравится ложиться пятнами. Что-то какая-то ерунда. Есть некоторая проблема от партии к партии. Похоже, это происходит. Что, возможно, сам пульвик работает не очень хорошо. Потому что, если у вас нормальное производство, то он распределяет прям вуалю. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что нужно наносить его прям хорошо. То есть, не один раз пшикнули и такие ждете. То есть, вам нужно убрать волосы от лица. И хорошо, если у вас тут какая-то повязочка будет. Вы раз, два. Вот такими движениями вы его наносите. Сверху вниз. Три. Раз, два, три. Если вы чувствуете, что переусердствовали, то берете ладошки и прям ладошками вот так растираете. На шейку, на плечи. Он не ядерного оттенка. Поэтому у вас не будет какого-то там супер наслоения, супер там рыжего лица. Поэтому я вообще люблю, как делать. Я сначала наношу вечерний уход. Жду, он подпитается. И потом два, три наношу и растираю. То есть, вместе с уходом. Вещь улетная. Просто. Руки вот так напшикал, напшикал. Вот здесь растер вот так между пальчиков. И салфеткой вот так ладошки вот так вот вытер. И у вас руки загорелые. Ну просто неистово. Чего вы на него все взъелись? Я понять не могу, ребят. Просто, ну, приловчитесь. К любому продукту нужно приловчиться. Ну чуть-чуть хотя бы. Два вот таких вот огрызка. Это Пупа 017 коричневый. Как-то называется натуральный коричневый. Это супер классный карандаш. Его единственный минус. Меня бесит, когда ты начинаешь рисовать. И если ты как-то с контуром подошибся. Тебе нужно еще раз провести. И он начинает вот это вот скатываться. Какие-то вот эти вот появляются штуки. Частички карандаша. Ну, я это называю, он скатывается. Мне такое не нравится. Но у него оттенок. И он с красными помадами. С красными оттенками помад. Хорошо сочетается. И с бежевыми оттенками помад. Хорошо сочетается. И с прям со светлыми оттенками. И с розовыми. Это просто универсальный солдат. Стоит, блин, 700 рублей. Но это слишком дорого для карандаша. Но я походу сейчас психаную и куплю. Потому что все карандаши, которые я сейчас покупаю, меня не особо устраивает. Кроме лард. Но лард тоже, он прям коричневый. Вот здесь с розоватым подтоном. Там немножко в коричневатость уходит. Короче, пупа 0,17. Всем рекомендую. Просто суперский карандаш. Пропал. Лежал, лежал, лежал. Вообще, это крем моей коллеги. Но я решила поменяться с ней кремами. И, короче, в итоге я его так и не закончила. Он пропал. Он очень... Он красиво пах оливкой, таким уходовым средством. Хорошо увлажнял. Вот для офисных работников. Пожалуйста, присмотритесь. Прекрасная вещь. Но недопользовала, и он пропал. Так. Сушка для ногтей от Luxe Visage. Хорошая сушка. Действительно здорово сушит ногти. Накрасил. 5 секунд подождал. Со спреем пропшикал. Просидел 3 минутки. Все. Все высохло. Без всяких вмятин и каких-то проблем. Выбрасывая вот такую базу. Prime Pore Filler от Luxe Visage. Не работает. Не ведитесь. Куча силиконов. Но в итоге поры не перекрывает. Прям присмотритесь, пожалуйста. Не ведитесь на вот эту штуку. Основа под макияж. Не работает. Не очень понравился вот такой вот Influence Stick. Слишком серый. Слишком какой-то, вот знаете... Ну, для белянок, типа, наверное. Но мне не нравится история про то, когда, знаете, скульптор прям супер серый. Ну, это, мне кажется, какой-то вчерашний век. И сейчас уже таким серым цветом никто себя не скульптурирует. Ну, должна же быть... Плюс он очень масляный такой. Какая-то вот, я не знаю. Вот я его сейчас, типа, вот растушевываю, да? В участке, где у меня тень должна быть. Вот скажите мне, пожалуйста, похоже ли вот эта полоса... Похоже ли вот эта полоса на какую-то тень? Ну, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, должно быть немножко какого-то теплого батона в скульпторе. От Seven Days. Вот такая база иллюминатор. Короче, он работает просто как увлажняющий кремушек. Слегка дает легкое-легкое сияние. Пахнет приятно, кстати. Вы знаете, я бы, наверное, бы для тела его рекомендовала. Ноги, хотя он типа для лица. Вы знаете, вот от него практически нет никакого сияния, если честно. Это сомнительная штука. Если, типа, мне где-то она попадется, я буду ей пользоваться. Специально покупать не буду. Я даже в Сочи, когда два года назад ездила, я брала его с собой, чтобы добавлять там в тональный крем. Вы знаете, на лицо точно нет. Вот сюда на тело, возможно, да. На лицо не берите. Так, ну что, мои дорогие, у нас пришло время тяжелой артиллерии. У меня здесь бытовая и уходовая косметика. Дизодоран закончила от Невея. Черное-белое. Пахнет приятно, но от пота, к сожалению, никак не защищает. Даже несмотря на то, что написано экстра-длительная защита от пота, пятен, следов раздражения, к сожалению, Невея не работает. Хотя запахи у них классные. От Вэлла закончилась пенка для объема волос. Она у меня уже очень давно. Но я не могу сказать, что это прям супер какой-то объем, потому что я только сейчас, спустя год использования, увидела значок 2. Ой, какие крики на улице. Увидела значок, что он второй степени фиксации. Поэтому для легкого объема, возможно, да, если вам нужно прям поднять волос, чтобы он там стоял у вас, просто как львиная грива, конечно, эта штука не справится. Но для легкого объема у корней, совсем легкого, возможно, да. Сухой шампунь от Прелесть с ароматом, этот самый, с ароматом, я забыла. С ароматом Флёр Наркотик, вот, вспомнила, девочки. Те, кто любит аромат Флёр Наркотик, пожалуйста, покупайте вот этот сухой шампунь, он вам его заменит. Объем и сияние объема нет, сияние оставляет, с жирностью хорошо справляется, но только на один день максимум, поэтому это такой прям суперэконом вариант, буквально на один день перекрыть жирность волос с ароматом. Ну, иногда я пшикала просто волосы, потому что мне хотелось, чтобы у меня был аромат Флёр Наркотик в волосах, поэтому, девочки, если вам нужно, он, кстати, очень бюджетный. О, свечечка! Всем от души рекомендую свечки от Арома Дома. Причем любые, от вот таких в стекле до просто сами по себе горящих, они горят внутрь себя, и это очень-очень классно. И даже если у вас нет подсвечника, вы можете использовать эти свечи. Я обожаю вот этот аромат, это для меня аромат Симими Бланк Де Сиса, либо еще это может быть похоже на Буанталенте. Короче, стоит дорого, я не спорю. У него деревянный, два деревянных грифеля здесь таких, фитиля, грифель, фитиль, господи, как правильно. Фитиля, наверное, все-таки фитиля. Это свечка с потрескиванием, посмотрите, там красивые камни такие. В общем, когда это все горит, это так благоухает, это благоухает просто на всю квартиру. Поэтому эта свечка стоит каждой своей копейки, но пока покупать не буду. Очень классный сухой шампунь от Буц, покупала его в Таиланде. Если вы вдруг в Таиланде, на Бали, в общем, где угодно, где есть сеть магазинов Буц Эвридей, это сеть таких аптек розничных, это вещь. Во-первых, пахнет приятно цветочками, а-ля Лан Ван от Экла. Все с приставкой Блоссом, если это вот так пахнет, вот этот шампунь. Но так он держится и держит волос чистый, но дня четыре. Признаюсь, у меня было и не раз такое, что я по четыре и по пять дней, то есть прям целенаправленно не мыла голову, используя вот этот шампунь. И он великолепный. Он великолепный. Если вы будете в Таиланде или будете в сети вот этих клиник Буц, обязательно берите это супер классный сухой шампунь. Обожаемый, обожаемый мною шампунь. Кусти для волос, который пахнет невероятно вкусно. Классная пена. Промывает, прочищает, не сушит. С кожи головы прекрасно работает. Волосы рассыпчатые. У него нет вот этого увлажнения в составе, вот этой всей истории. Он просто хорошо, классно очищает волосы. Придает великолепный аромат. Волосы рассыпчатые, чистые. И кожа головы отлично очищена. Стоит, блин, тысячу рублей. Как бы да, я понимаю, я понимаю. Сама сейчас не покупаю. У него, кстати, тут вот прям цветочек такой. Если вы увидите... Ну, его уже плохо видно. Тут прям цветочек. Он, короче, шампунь прям с цветочком. Cherry Blossom Scalp Balancing. Классный, классный шампунь. Всем советую, всем рекомендую. По-моему, это китайский производитель. Можно найти в сети магазинов Sunway. Если у вас есть Sunway, пожалуйста, бегите туда. Всем рекомендую. Потестировала вот такой вот шампунь. Керасис пахнет великолепно. Парфюмерные отдушки у них просто шик и блеск. От него у меня началась перхоть. Но даже не перхоть, а вот эти, знаете, когда прям шелушинки с волос. Прям сходят шелушинки с волос. И вот это началось с этим шампунем, поэтому я вам его не рекомендую. Керасис этот не рекомендую. Может быть, другой будет норм. Но вот этот керасис плохой. Из кожи головы работает очень плохо. Просто куча масок. 8 пептидов. Маска супер питательная. Супер увлажняющая. Кожа просто аж, знаете, аж страдает от этого жира. Мне не понравилось. Эту маску я брала на рандеву. Если вы что-то ищете на рандеву, то, пожалуйста, используйте мой промокод, который звучит 10PORFALY. Пожалуйста, покупайте себе все, что угодно на рандеву. Используйте мой промокод PORFALY. Получайте скидку 10%. Маску там купила. Кстати, на рандеву всегда можно найти реально что-то вот такое, чего нет у нас. Поэтому велкам на рандеву. Вот такая маска черничная от Nameskincare. Честно, вообще не помню ее свойства. Похоже, самая проходная обычная маска. Но если нужно просто напитать, если нужно просто увлажнить кожу, выровнять ее тон, то, собственно, с черникой вам подойдет. GS DERMA. Вот это супер маска. Она на зоне, я ее брала рублей за 300. Вызывайте тракториста. После нее эффект вы видите еще ближайшие 2-3 дня. У вас, правда, кожа просто становится какой-то невероятно красивой. Я всем рекомендую вот эту маску. Если вам нужно, чтобы маска снимала раздражение, покраснение, уменьшала высыпание на коже. В комплексе с растительными экстракторами. Экстракторами. Я опять говорю слово экстрактор. В общем, все, что связано с раздражением. Если вам нужно успокоить, увлажнить. Прекрасно, чтобы у нее был внешний вид. Вот эта маска очень крутая. Реально, одна маска и у нее действия пролонгированные. А маска, я вам не сказала, с чем она. У нее березовый сок, источник множества микроэлементов, увлажняющие, тонизирующие свойства. Керамиды NP принимают непосредственно участие в поддержании барьерных защитных функций. Beautiful Herb Story – это запатентованный растительный комплекс. Какой-то тут свой запатентованный. А она, кстати, голубая. Да, я забыла сказать, что маска сама по себе голубая. Очень крутая маска. Попробуйте, мне прям понравилось. Все, что касается вот этих Bad Girl Consly, невероятно крутая маркетинговая история. Но по факту маски самые обычные. Никакого вау-эффекта. Просто ходовые нормальные маски. Но маркетинг просто топ. Вы молодцы. И вот такую маску я тоже брала на рандеву по совету блогера Алены Ризван. Мне что-то она не очень понравилась. Короче говоря, моей коже она не подходит. Я ни в коем случае не ругаю блогера. Просто попробовала, мне не понравилось. И я бы хотела, чтобы вы, когда пробуете что-то от меня, не ругались на меня. Просто принимали тот факт, что, например, вам это не подходит. Вот я говорю, мне эта маска просто не подошла. Какого-то вау-эффекта она у меня не вызвала. Самая обычная маска. Обожаемый капус. Двухфазное средство для волос. Девочки с пушистыми, пористыми волосами. Капус – ваше спасение. Потому что выглаживает, выпрямляет, если нужно, да, выпрямление. Если у вас кучеряшки, то подсоберет эти кучеряшки, и они будут аккуратненько выглядеть, не пушиться. То есть это от пушистости. Для расчесывания, для укладки, для оздоровления, для внешнего вида, для блеска. Вещь улетная. Сейчас, по-моему, стоит уже там порядка 600 рублей, наверное, ну плюс-минус. Но оно того стоит. Закончила вот такой вот гель-лядоша от For Me. Все так, слушайте, нахваливали этот For Me. Именно Date Night. Короче, оно пахнет, как самый жесткий сандал. Сандал с инжиром, с алоем. Но, короче, из бутылки это пахнет очень и очень. Но по факту это классный аромат унисекс. Когда ты моешься, он не пенится, он как такое маслечко распределяется, и долго остается запах на теле. Это просто глобальный плюс этого средства. Мне нравится, что у него вот такая мягкая баночка. Вот такую краску я себе покупала в Литуале на пробу, попробовать, как она закрасит седину. Сразу видно, что краска, она на самом деле для людей, понимаете? Вот иностранцы заботятся. Значит, во-первых, меня удивило то, что в этой краске, посмотрите, вы можете вот здесь вот так вот продавить, и у вас будет место для того, чтобы поставить сюда бутылочку с краской, то есть чтобы вам ничего не пачкало. Потом. Вот такая тут инструкция. Просто что отметить? Тут были перчатки. Посмотрите вот сюда. Знаете, что это? Это штучки на очки. То есть если вы носите очки, чтобы краситься и не запачкать себе очки, здесь даже на дужке очков есть вот эти штуки. Слушайте, сама краска по себе была хорошая, нормальная. У нее все в порядке с цветопередачей. То есть как заявлено на картинке, собственно, то же самое было и в реале. Пахла она очень вкусно. От нее не было вообще запаха краски, вот как мы привыкли, как пахнет краска. Оттенок я брала 5.35, но я всегда беру 5 и что-нибудь производное. Класс. Мне понравилась эта краска, но, к сожалению, быстро вымывается. Ну, потому что она, я так понимаю, на, типа, природных красителях. Потому что это крем-краска для волос, кофейный. Состав на упаковке. Сам аммониак. Безаммиачная, поэтому быстро вымывается. Прошел срок годности пенки от Pretty Perfect Clean Daily Foam. Клинсер с экстрактом брокколи. Классная пенка. Она мне очень... Она... Блин, я надеюсь, у меня не было видно груди. Она мне очень сильно нравилась, но уже, как бы, ну, все. Пахло очень приятно, хорошо очищало. Не до скрипа, но прям хорошо очищало. Кожа с ней была очень-очень хорошо. При возможности, повторю, насколько знаю, уже завезли в золотое яблоко. Когда-то мне его Лена передавала из заказа с Кореи. Короче, классная пенка. Рекомендую вот такой жидкий порошок. Вообще, всем рекомендую переходить на жидкие порошки, на капсулы для стирки. Это реально очень удобно, потому что в таких штуках вам заменят сразу и кондиционер для белья, и порошок. Просто и без всяких... Ой, как он пахнет, девочки. Сейчас пойду еще куплю. Пахнет просто невероятно, невероятно. Классный, хорошо отстирывает, классно пахнет. Белье благоухает еще пару суток после того, как ты его сушишь. Дома всегда пахнет чистотой, свежестью. Просто классная вещь и стоит недорого. И это у нас, по-моему, кион или не кион. Жидкое средство для стирки кион, да. На озоне, я думаю, можно заказать. От Кусти же тоже покупала себе гель для душа. Обалденный. Стоит, по-моему, 500 рублей. Пахнет какая-то невероятная просто парфюмерная композиция. Тоже тут все в этих цветочках. Все это так мило, красиво. Так это по-китайски, по-корейски, по-восточному, как они это любят. Классный гель для душа. Тоже рекомендую вам познакомиться. В принципе, с брендом Кусти мне этот бренд очень зашел. Я планирую возвращаться к нему еще не один раз. Он нормально пенится. У него тут увлажнение, свечение. Я, честно говоря, такого не замечала. Но просто он невероятно вкусно пахнет. Он не сушит кожу. Он прекрасно ведет себя на коже. Классно с ним валяться в ванне, мыться. Я обожаю Кусти, и этим все сказано. Ой, выбрасываю вот такую бандуру лака. Супер стронг холд. Просто лак. Фирма лак. Вот такой огромный. Честно говоря, я всегда лакирую волосы. Иначе у меня укладка не продержится ни секунды. Потому что оно просто сразу все закучерявится. И все. И будет, знаете, как вот такими вот плешивыми, вот такими кучеряшками висеть. В общем, этот лак, ну, слишком сильно фиксирует. Я чуть переборщила. Полная бутылка. Но я его никогда не буду использовать. Я люблю другой лак для волос. Я вам сейчас его покажу. Вот этот не берем. Сейчас покажу, какой берем. Берем вот этот от Vela. В общем, все, что угодно, любой лак мы берем от Vela. У меня вот этот Farbrilance. Это... Ой, тут уже все. Вообще полностью все смылось. Ну, в общем, такой голубой, коричневый. Коричневый. Короче, какой угодно от Vela лак. Будет просто супер. Иду сейчас на озон и буду забирать две бутылки лака. По цене одного я заказала. От Vela это лучшие лаки, которые я когда-либо видела. Жидкое мыло для интимной гигиены. Да, даже такое у меня здесь есть. С экстрактом... Когда я перестану говорить экстракт? Ладно. Короче, с экстрактом роматки. Гипоаллергенно. Хорошо. Прекрасное, обычное, нормальное средство для интимной гигиены. Но мне больше нравится от Я Самая. Или от Венус, который можно купить в Литуале. Это самое простое. Не вызывало никаких проблем. У меня закончившаяся бутылочка с антиэйдж клинсинг ойл от Аравия. В общем-то, гидрофильное масло для умывания. Никакого омоложения, честно говоря, с ним не заметила. Но и никаких проблем с кожей оно у меня не вызвало. Не пенится на лице. То есть, это тот вид масла, которое вы просто разносите по лицу. И потом уже с водичкой начинаете его растирать. Я больше люблю масла, которые трансформируются в пенку. Поэтому, ну, обычное, самое проходящее, обычное гидрофильное масло. Ой, у меня тут лежат еще старые патчи от Дарлинг. Это Jet Lag Fix. Хорошо держатся на лице. Неплохие патчи. Можно купить, если вы не знаете, что купить. Это самые ходовые, простые, нормальные патчи, которые подсоберут вам немножко припухлость и слегка разгладят морщины. Закончила маску от Inside для поврежденных волос. Слишком жирненькая для меня оказалась. После нее волосы нерассыпчатые. Поэтому я вам ее не рекомендую. У них есть немножко получше маска. Другая, по-моему, такая желтенькая здесь этикеточка. А эта, ну, вот как-то, что-то не очень, не очень понравилась. Добила, смешивала, кстати, два кондиционера. Вот этот и от Moroccan Oil. Потому что от Moroccan Oil для объема слишком сухое. Это слишком жирное. Поэтому я два их смешивала и получала, ну, где-то плюс-минус тот результат, который мне нужен. Но это, да, надо заморочиться. Дезодорант от DAF абсолютно не защищает. Если вы хотите дезодорант, который пахнет вкусно, но абсолютно вас не будет защищать, это дезодорант от DAF. Выбрасываю маску для лица. Коконат и йогурт и гуава. Омолаживающая маска. Ничего она не омолаживает. У меня начались красные пятна после этой маски. Но я могу предположить, что, возможно, конечно, прошел срок годности. Потому что начали недавно появляться такие красненькие точечки. Но я вообще ищу от Organic Shop маску, которая с кофем с зеленым. Это супер маска. Не могу найти. Думала, найду замену. Но, к сожалению, нет. Выбрасываю Олин Бионика. Флюид реконструктор для волос. Ничего не делает. Утяжеляет, склеивает волосы. Никому не рекомендую. Вот пыталась, 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 пыталась. Не работает эта штука. Выбрасываю. Хотя пахнет очень вкусно. Но, девочки, у кого такие волосы, как у меня, не рекомендую. Выбрасываю Sos Eviline. Eviline. Eviline Sos крем. Выбрасываю просто потому, что никто им не пользуется. Покупала Леша. Мне просто такое увлажнение не нужно. Он ничем не пахнет. Я думала, что Лешке это подойдет. Но он, к сожалению, так и не пользовался. Поэтому я его просто выбрасываю. Вишенка на торте. Если вы досмотрели до конца, то вот эту маску для таких кучерявых девочек, как я, да вообще для любых девочек с поврежденными волосами или кто хочет отрастить длину, вы, пожалуйста, на эту маску обратите свое пристальное внимание. Потому что эта маска творит чудеса и действительно помогает отрастить волосы. Плюс работает с объемом. Я уж не знаю как. Но, в общем, эта маска, это супер вещь. Беру на зоне уже третий раз. Стоит четвертая банка. И буду продолжать пользоваться именно этой маской. С этой маской меня познакомила Леночка. Леночка, тебе привет. Вот моя грива. Это заслуга Лены, которая меня познакомила с этой маской. Лена, спасибо тебе большое. Всем девочкам я советую, рекомендую, кто хочет отрастить длину, кто хочет здоровый, хочет такой хороший базовый уход, то это вот эта маска. Она, по-моему, называется Длая Су, насколько я помню. Ой, ну что, мои дорогие, мы с вами закончили. Посмотрите, целая, наконец-то, пустая коробка. Наконец-то пустая коробка для новых сборов баночек. Как я люблю говорить, то, что святое место пусто не бывает. Я благодарю вас за то, что вы были со мной все это видео. Надеюсь, я была вам очень полезна. Если это так, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал. А я вам желаю свежего ветерочка в эти жаркие летние дни. Пускай у вас все будет хорошо. Здоровья вам и счастья. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Психического здоровья тоже.